Здравствуйте, дорогие друзья! Очень давно не было фильмов по вязанию. Я приношу свои глубочайшие извинения, так как занят был немножко радиосамоделками, но решил выкроить, так как обещал вам, решил выкроить время и связать ручейника. Недели две мы с Егором Бабичем обсуждали тему и в группе «Мушки из подушки», и так по телефону, и он настоятельно просил связать ручейника именно для пробы очень крупного. Ну, давайте мы начнем по порядку. Вот вязать можно его как вот в таком исполнении, в самом дешевеньком. Или же вот это не ручейник, это веснянка. Вот с таким крылом можно делать. Мы же сделаем его на крючке номер 12 и выполним немножечко по другой технике, и будем использовать уже несколько другие материалы, так как здесь у меня в этом фильме будут затронуты ответы от очень многих людей, не только обязательно от Егора Бабича. Вот, кстати, Егор собирается открывать онлайн-курсы по обучению рыбалки нахлыстом. Дополнительную информацию я потом сброшу вам, как только у меня появятся все ссылочки. Вы в следующем фильме или под этим фильмом я потом добавлю, будете знать. Значит, это вяжется стандартно. Буквально недели две назад Дэйв Макфайл вязал ручейника. Ну, они все практически абсолютно одинаковые. Мы не будем применять материал, который очень сложно где-то будет достать. То есть, постараемся выполнить в той манере, в которой я изготавливаю все мушки, вот, которые у нас имеются. Слегко доступных материалов. Закрепили наш крючок. Что нам понадобится? Значит, мы будем изготавливать тело с добавлением, вот, у меня имеется, вверх ногами, антрон. Вот. И вы можете спокойно заменить на... Это плавающий. Заменить на любой другой материал. Взять даже даббинг от зайца с кролика, или же какой у вас имеется. Но обязательно его смазать надо будет рыбьим жиром. Или же потом по телу, для того, чтобы он плавал, сделать немножко другой вариант, как я делаю вот такую вот опушечку пером. Но это, опять же, все усложняет и удорожает саму мушку. Мы же будем изготавливать самый такой дешевый и легко доступный. Вот у меня имеется кусочек вот домашней козы. Я не буду использовать косулю, так как у нее более трубчатый мех, более грубый. И, скажу откровенно, не буду использовать перо CDC. Можно тело пером CDC и крыло все, то есть, сделать так, как вот изначально. Мы изготовим дежурный вариант, который будет работать у вас практически по любой рыбе. Но ставлю вас в известность. Результативность рыбалки вот на такую приманку или утром, или вечером. Именно как раз, когда вот сумерки. Ну, и нитка. Я начну вязать вот такой, очень-очень тонкой ниткой. Она 0,0, там я уже не помню, 15, по-моему. И это несколько толще, которую я распускал. Будем заканчивать уже, делать головку. Теперь, в чем у нас могут возникнуть проблемы. Воротничок, то есть, имитацию лапок. Если у вас имеется вот такое перо, можно использовать вот такое перо. Как вы видите, оно по длине наших бородок очень хорошо подходит. Но мы пойдем по сложному пути. Вот у меня имеется обыкновенное вот такое перышко из моих бройлерных петушков, которое осталось. И мы изготовим. Оно не подходит. Как вы видите, длина бородок просто сумасшедшая. Но мы с вами изготовим так, как положено, чтобы длина бородок соответствовала загибу, расстоянию загиба нашего крючка. Ну, давайте приступим. Самое основное. Так как у меня нитка полиэстер, и она будет скользить. Поэтому я уже неоднократно и говорил вам, и показывал, вот я использую вот такой клей. Если нет клея, можно взять лаком для ногтей, можно лаком для вязания, который вы используете. Немножечко, буквально вот без фанатизма, чтобы можно было аккуратненько закрепить по всей длине аж до загиба нашу нитку. Я думаю, не должно у вас возникнуть проблем, так как эта процедура достаточно простая и не вызывает никаких сложностей. Теперь смотрите, задавали вопрос. Вот я беру перед крючком, удерживаю нить и делаю пару витков вперед. И потом по этим же виткам возвращаюсь. То есть я уже подхватил свою нить, и я ее закрепил. Стараемся, ну, как можно ближе. Получится виток к витку хорошо? Нет, не страшно. Главное, чтобы не было нагромождения нитки. Доходим до загиба. И теперь нам с вами понадобится, ну, совсем-совсем вот у меня, я честно скажу, валялся кусочек люрекса вот такого хитрого. Мы здесь с вами сделаем небольшую имитацию вот для хвостика. Для чего это нужно? Чтобы наша мушка не кувыркалась и имела достаточно хорошую плавучесть. Если мы сделаем с крылом и без хвостика, то будет погружаться как эмиджер. Поэтому я всегда стараюсь вот немножко в хвостик добавить люрекса. Он нам не помешает. Вот такую вот щепоточку. Всё. Небольшой. Вот такой достаточно маленький. Теперь. Рыба очень хорошо реагирует. У меня есть вот такой спектродаббинг оранжевый. Он флуоресцентный. Мелкодисперсный. Очень-очень хорош. Нам небольшой вот здесь вот нужно сделать шарик для того, чтобы потом продолжать изготавливать наше тело. Без фанатизма. Накручиваем вот так на ниточку. Я не промазываю, так как у меня достаточно она хорошо удерживает. И в одном месте мы сделали вот такой шарик. Всё. Теперь мы будем формировать тело. Значит, тело цилиндрическое. Практически ровное по всей длине тела. Мы вязать будем, не доходя буквально от четвёртую часть до загиба. Теперь, какой нам выбрать оттенок? Ну, в основном серый и олива. Но олива есть у меня вот даже здесь в моём наборе. Она имеется аж четырёх цветов. Поэтому я возьму немножко серого. Немножко оливы посветлее. Немножко оливы потемнее. И возьму такого светло-серого. По щепоткам. Вот, без надёргал. Буквально вот через эти окошечки. И у меня вышла вот такая прядь. Вот теперь для того, чтобы я мог нормально закрепить мою прядь. Если этого мало, можно добавить ещё. Я беру вот у меня этот кусочек вощины, который я уже использую, наверное, лет пять. Это точно. Промазываю нить. И любыми, как вам от себя, на себя, как вы захотите, мы начинаем вот крепить наш материал. Всё, закрепили. И начинаем формировать наше тело. У меня получилось здесь вот чуть ли не четыре разных оттенка. И они все как раз хорошо здесь видны. Теперь смотрите. Мне здесь нужно будет крепить крыло и потом начинать делать грудку. Я возьму здесь вот слегка вот такой вот оранжевый. Можете продолжить и другим оттенком, потому что мы должны перейти, вернее, коричневый. Мы должны перейти больше к чёрному, потому что там, где голова у ручейника и грудка, вот идёт уже чёрная. Теперь, что касается крепости тела, можно сегментировать его, но учитывая то, что, как вы видите, мы очень плотно изготовили тело, нам здесь больше никаких проблем не нужно. Теперь, что, есть несколько вариантов. Можно только лишь взять крыло сделать из одной козы, но я, так как у меня имеется такой материал, значит, я его изготовлю несколько по-другому. Поэтому, если у вас такого материала нет, можете просто брать одну козу. Что нам понадобится? Есть вот такой материал. Это антрон плавающий. Он несколько грубее, чем обычный антрон. Это тоже плавающий. Но для крыла мне нужны, чтобы были пряди. Есть такие же и полипропиленовые волокна. Но, скажу откровенно, нежелательно, он очень грубый, будет на таком объёме. Вот я беру кусочек, так, чтобы у меня доходил до конца моего крыла, хвостика, прошу прощения. Вот так он у меня висит. Я пару виточков закрепил. Теперь я переламываю. И там, где у меня вторая прядь, аккуратненько отрезаю. И мою вторую прядь аккуратненько здесь укладываю. Следим за тем, чтобы наше крыло имело форму. Поднимаем вот так слегка вверх. Проматываем по, прямо по этим прядям ниткой. И, как вы видите, у нас крыло хорошо стоит вверх. Выровняем теперь аккуратно. Вот так всё годится. Что получается? Для того, чтобы можно, и здесь, чтобы материал более-менее у нас был хорошо закреплен, я обычно всегда беру маленькую-маленькую вот такую вот капочку, капелечку, наношу на нитку. Опять поднимаю свой материал. И вот так его закрепляю, не нагромождаю. Всё. Есть. Теперь крыло наше будет уже симпатично здесь лежать. Вот так приблизительно должно выйти. Теперь мы должны взять щепотку нашей козы. Сколько, это вы уже определите сами. Ну, как говорил Игорь Тяпкин, вот вы сколько отмерили, потом возьмите в два раза меньше. Я приблизительно вот специально перекручу материал, чтобы вы видели, здесь вот меньше, чем ампулка в шариковой ручке. Отрезаю полностью вот под шкурку. Отрезал. Мне оно уже не нужно, убираю. Теперь что я делаю. Как вы видите, волокна, все, вернее, пряди моего меха, вот они все разношерстные. Убираю пух и поломанный волос. Теперь мне понадобится ступка. Ну, учитывая то, что у меня имеется вот такая ступочка, маленькая, можно это всё сделать и в гильзе. Я длительное время, когда ещё не было определённых у меня инструментов, я использовал это. Ну, и опять же постучим немножечко, выровняем наш мех и вытаскиваем его. Значит, что у меня получилось. Крыло мне не сильно нравится, вот как вы видите. Поэтому я его подравниваю дальше руками. Можно, конечно, взять эти... Вот смотрите, как я делаю. Видите, вот у меня несколько грубее волоски. Я их убираю. И также вот смотрю, чтобы у меня оно было симпатично. Всё годится. Это крыло я устанавливаю немного, чтобы оно было длиннее, чем с антрона. Промазываю немножечко клеем. И как мы будем вот так держать притяжной петлёй, так у нас этот мех и закрепится. Буквально вперёд не давите, а вот уже на обратном пути можно немножечко поддавить. Вот такое должно у нас получиться крылышко. Теперь желательно, чтобы клей подсох, не усердствовать сильно в подстригании. Давайте сделаем небольшую паузу, пусть высохнет клей. Наш клей подсох. Я на косую вот так срезал остатки меха. Всё хорошо, меня всё устраивает. Теперь дальше. Поменяли нашу нить на тёмную. Для того, чтобы мы могли изготовить нашу дальше грудку и имитацию лапок, можно, как и Дмитрий Целярицкий делал. Я изготавливал и в книге описывал. Можно вот так с меха сделать косули. Но вы просили, как делать с помощью пера. Повторяю, если имеется у вас соответствующее вот такое пёрышко, то проблем никаких нет. Закрепили и сделали. Что нам нужно? Ну, я уже опять отвечаю ещё на один вопрос. Вот есть клей-карандаш. Здесь, правда, не клей-карандаш, а здесь клей, который я изготавливал сам. Промазали немножко. Воском или чем, я просто отвечаю на ваши вопросы. Опять же, я возьму, вот у меня имеется вот такой тёмно-коричневый, есть вот такой вот рыжий, ржавчинный. Я возьму их два. Перемешаю. Потому что у насекомого, как говорится, не наблюдается одного какого-то цвета. У Романа Мозера есть хорошие фильмы, где он и показывал, и рассказывал, как вот лучше это всё сделать. Промотали такую хорошенькую, пышненькую, потому что нам надо будет изготавливать здесь лапки. И теперь делаем следующую операцию. Я сейчас попробую самую свою тонкую, эту вот нитку, расщепить ещё пополам. Вы можете методом даббинговой петли изготовить, как и что, я уже неоднократно в своих фильмах вам рассказывал. Здесь и, конечно, получится, потому что, ну, очень уж тончайшая. Вот как-то так получилось. Ещё попробуем одну прядь добавить. Дело в том, что здесь у меня три пряди, и очень сложно их берём. Ну, у меня здесь специальный такой есть пропильчик, чтобы она повесила, расщепила. Теперь что я делаю? Сложности никакой нет, просто единственное нужно нам методом экспериментальным угадать, как лучше и больше взять пера. Вот смотрите, видите, вначале идёт пуховое, потом идёт меньше пуха в ости пера, потом идёт более чистая и уже стекловидная. Вот нам желательно вот там, где самое такое стекловидное, выровнять пальцами вот так и вот такими движениями нащипать нужное количество обородок с одной и с другой стороны. Вот они у нас, получается, все разной длины, что очень для нас не годится, но мы сделаем так, как оно должно быть. Вот я что сделал. Взял их вот так, подровнял. Отложил этот пучочек. Беру теперь, нащипаю с другой стороны. Если у вас, допустим, пера нет, можно этот же шмех козы, который мы использовали для крыла, использовать для лапок. Вот я нащипал, подровнял ещё такую же. Беру в одну и ту же стопочку, положил. Можно это всё подровнять в ступке, но я это всё делаю руками. Всё. А теперь смотрите. Вот у меня получилось вот приблизительно такое количество пера. И мне надо вымерять длину бородок. Так как у нас ещё будут в нитке, значит, мне приблизительно вот столько будет достаточно щепоточки. Аккуратно её держу и отрезаю. Не нужно, сразу удаляю. Теперь берём нашу нитку и вставляем. Только после этого можно будет отпустить. Вот, как вы видите, мы вставили. Можно использовать другой метод. Также я его показывал. Расщепить нашу нить, вставить вот так бородки и потом лишнее отрезать и закрутить. Ну, а теперь смотрите, что я делаю. Я удерживаю нить, пока ничего не отрезаю, не это. Положил на палец и начинаю аккуратненько это всё подравнивать. После этого, как я подравнял, я беру аккуратно на пальцы и укорачиваю. Оставляю буквально вот маленький кусочек. Закручиваем нашу нить. И у нас получается вот такой симпатичный ёршик. Удерживаем нить от раскручивания и начинаем формировать наши лапки. Уводим назад. Как вы видите, количество ну, немножко мало. Поэтому я сейчас сделаю паузу, сделаю ещё одну наборочку и потом домотаем. У него получается так, что он от нуля и до хорошего потребителя, как компьютерчики говорят продукта, выучит вас ловить нахлыстом практически любую рыбу. Ну, Сергей Карабут у нас по карпу специалист, Егор практически ловит любую рыбу. Вот и всё, дорогие мои друзья. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. До скорых встреч.